Хоккеисты Северстали в этом сезоне крайне неудачно начинают домашние серии игр. Не стало исключением и встреча с самым слабым клубом Лиги, автомобилистом из Екатеринбурга. В атаке игра совсем не получалась, в обороне время от времени делали ошибки, две из которых закончились плачевно. Первая шайба ворота Северстали влетела от своего же защитника. Во втором случае упустили нападающего автомобилиста Фёдора Малыхина, которым мастерски переиграл Вадима Тарасова. 0-2. Только в концовке встречи хозяева площадки нашли в себе силы увеличить давление на ворот автомобилиста и госты дрогнули. Сначала Руслан Нурдинов, а затем Евгений Кавыршин сумели пробить вратаря соперника и выправили положение. 2-2. Первый гол я просто простреливал, то есть на пятак там в вратаря попал, а второй гол я забивал, там Женя Кавыршин. Ну да, два трудовых гола таких получились, скажем так, с ближнего пятака, то есть в принципе нам надо было сразу так играть. А вертайм победителя не выявил, хотя в одном из эпизодов шайба чуть бы не оказалась в воротах Северстали. Вратарю помог Андрей Сидякин, а в серии буллитов точнее оказались гости. В итоге поражение Северстали 2-3. Настраивались на победу, знали, что можно, ну не сказать, что легко, но эту команду мы должны были обыгрывать при всем уважении к ней. Но видите, получилась сложная игра, мы не сразу начали играть так, как надо. Пропустили две шайбы, потом вроде бы проснулись там, ну хорошо, что сравняли, вот не удалось в серии штрафных бросков одержать победу, но ничего, то есть мы сделаем выводы, не будем, постараемся такого больше не допускать. В серии буллитов травму получил вратарь Северстали Вадим Тарасов. Покинуть лед он смог только с помощью врача. Но позже оказалось, что с голкипером все в порядке, тяжелой травмы нет. И Тарасов уже приступил к тренировкам. В понедельник Северсталь сыграет следующий матч чемпионата КХЛ. Соперником станет Борис из Истаны.